диван открывается параллельно с этим соответственно хранение для подушек этот дом кирпичный типовой постройки серии 234 но мы решили выделить под прихожую отдельную зону как за два месяца при ограниченном бюджете а у нас был 500 тысяч рублей реализовать проект маленькой студии хранение здесь и так достаточно мы про него расскажем вытяжки здесь тоже нет не знаю ань для тебя это проблема или конструкция перекрытия разрезала окно лестницу в которой каждый фасад открывается и майрум это marketplace красивой мебели привет ин майрум меня зовут полина андреева и я дизайнер интерьеров мы уже с вами виделись на канале in my room а сегодня я вам покажу уникальный проект в уникальнейшем месте смотрите до конца мы находимся с вами в петербурге на набережной реки фонтанки идем к историческому зданию которое известно как доходный дом лыткиных или дом дирекции императорских театров дом построен архитектором реймерсом в стиле классицизм 1836 году изначально это четырехэтажное здание но потом позднее уже надстроили пятый этаж как это часто практиковалось в петербурге фасад дома практически сохранен первозданном виде таком который предложил архитектором купцу улыбкин это классическая парадная петербурга в которой сохранилась историческая печь и лепнина еще с императорских времен в этом доме после революции было много коммунальных квартир но сейчас их практически не осталось но нам с вами очень повезло потому что сегодня мы побываем в одной из таких коммунальных квартир которая до сих пор сохранилась и наш проект именно в ней пока мы тут снимали встретили местного жителя и он нам рассказал о том что верхний этаж который был настроен позднее изначально проектировался для балерин александринского театра который находится по соседству вот так то а вот мы с вами оказались у наши коммунальные квартиры что классно здесь сохранилась историческая дверь пойдем мы сейчас находимся на общей кухне нам разрешили здесь немножко подснять и что здесь интересно находится дверь которая ведет на вторую лестницу через которую раньше заходила обслуга чтобы не мешать хозяева мне заходить через парадный вход и кстати здесь сохранился колокольчик в который они звонили приходя сюда и вот мы с вами оказались в нашей комнате которая по сути стала настоящей квартиры со своим санузлом и со своей кухней из десяти с половиной квадратных метров получилось 14 с половиной за счет второго яруса заказчик вырос в этой квартире и здесь также был второй ярус но вход располагался прямо около двери и конструкция перекрытия разрезала окно пополам и закрывала естественный свет заказчик обратился ко мне с определенными задачами чтобы я сделала ему комнату для его маленькой дочери и она могла бы между школой и дополнительными занятиями приходить сюда можно было что-то приготовить чтобы здесь был санузел чтобы здесь был большой рабочий стол на котором она могла бы сделать уроки и также могла бы отдохнуть но с другой стороны это такое задел на будущее что дочери потом можно будет здесь и в принципе жить вообще нам очень повезло потому что за стеной находится общая кухня коммунальной квартиры и мы смогли провести сюда коммуникации фановую трубу и воду соответственно сделать здесь кухню и маленький санузел он всего один квадратный метр позднее мы вам его обязательно покажем и мы здесь получили прихожую кухню кабинет спальню и душевую с санузлом поэтому смотрите этот выпуск до конца и мы вам обязательно все покажем я вам напомню изначально здесь был второй ярус также но он перекрывал часть окна мне очень хотелось впустить сюда естественный свет и поэтому лестницу я развернула на стенах у нас моющаяся краска с легким голубым подтоном на пол на первом ярусе мы постелили пвх плитку ее же завели в санузел чтобы было единое покрытие а на втором этаже у нас паркетная доска в чем преимущество пвх плитки первое мы можем с вами его положить на весь контур помещения и санузел тоже она влагостойкая плюс это очень тонкий материал и когда мы его кладем мы приклеиваем его на стяжку и не теряем высоте да у нас здесь потолки 4 метра но нам нужно было сделать второй ярус чтобы там можно было дышать снизу можно было спокойно пройти поэтому нам хотелось как можно больше сохранить высоту помещения и пвх для этого нам очень пригодился но пвх плитки есть свои минусы во первых не дешевое удовольствие если мы возьмем плитку допустим за 1000 рублей квадратный метр то она по своим свойствам будет легко царапаться может быть где-то расходиться и рисунок будет очень ненатуральный если же мы берем качественные образцы то по стоимости это 3-4 тысячи рублей за квадратный метр в принципе можно найти доску в эту в эту цену но такой материал будет с хорошей имитацией дерева как у нас здесь и не царапаться так как у нас здесь очень маленькое пространство хотелось использовать ее по максимуму поэтому мы не могли взять стандартные блоки кухонь и ее пришлось сделать на заказ но мы получили полноценную кухонную мойку барочная панель на две комфорки и большое рабочее место фасады здесь крашеная эмаль в такой свежий мятно бирюзовый оттенок он же у нас в глянцевой плитке на фартуке и даже выключатели тоже такого же оттенка столешница у нас из дсп с древесным декором который я подбирала специально под цвет наши пвх плитки и она же у нас плавно переходит рабочий стол ну а теперь заглянем внутри кухни здесь у нас лоток для столовых приборов ниже тарелки и ниже кастрюли под мойкой классическом варианте ведро и фильтра что интересно нам нужно было встроить микроновую печь чтобы не занимать полезную рабочую площадь я нашла самую узкую микроновую печь и мы увеличили верхние блоки для того чтобы ее туда поставить открытые полки здесь тоже не просто так за ними проходит короб для фановой трубы и нам нужно было создать ровную прямую линию поэтому здесь не глубокие полки и на которые мы можем поставить замечательный декор над микроновой печью хранение и над варочной панелью также располагается хранение и вытяжка у нас здесь один смеситель но есть и обычная вода и питьевая вода когда мы открываем на стену нас обычная вода а когда на себя идет питьевая я здесь несла немного золотых деталей это мойка это ручки и даже цоколь у кухни а еще вы спросите где же холодильник и он у нас есть и помимо того прочего там есть небольшая морозилка а у нас здесь большой рабочий стол и под столом также находится хранение самым главным пожеланием заказчика было обеспечить большое количество хранения и мы здесь сделали лестницу в которой каждый фасад открывается и мы получаем достаточно много различных мест для хранения вещей могу сказать что мы на самом деле пожертвовали удобством лестницы потому что нужно было столько всего объять и мы даже проводили эксперименты за шаги вали на разные препятствия спрыгивали и смотрели какой вариант нам больше всего подойдет и по ней лучше конечно взбираться а них они подниматься но нам нужно было подняться на два метра вверх и чтобы эта лестница занимала как можно меньше площади здесь большой рабочий стол и мы перенесли радиатор на соседнюю стену поставили вертикальный трубчатый чтобы не печь коленки заказчиком что интересно мы здесь сделали опоры из массива и окрасили их цвет наших фасады кухни наконечник там тоже золотой стол у нас больше полутора метров и со временем начал немножко прогибаться центральной опоры изначально не было мы ее доставили и стало все хорошо не забывайте про этот момент это важно на окно мы сделали на заказ римскую штору с рисунком протеи на самом деле достаточно долго убеждала заказчика на этот шаг здесь также есть золотая цепочка в поддержку ручкам цоколю всевозможным золотым аксессуаром обратите внимание сколько здесь источников освещения это бра в форме часов подсветка стеллажа она включается с датчика движения на столе потом у нас есть подсветка перил и шикарнейшая люстра которая видна прямо от входа и кстати такие же бра вы можете купить на маркетплейсе in my room у in my room есть свой telegram канал в котором собраны разные идеи для интерьера скидки и акции от партнеров и анонсы выхода разных новых роликов подписывайтесь ссылка в описании сама лестница это мебельная конструкция из дсп фасады из мдф покрыты эмалью того же самого цвета что и кухня каждый каждая лесенка каждый ящик открывается а с торца лестницы мы увидим шкаф в котором хранится верхняя одежда входная дверь раньше была выше мы заменили и поставили ниже чтобы перекрытие 2 этажа опустить пониже и на втором этаже было комфортнее находиться а за этим зеркалом скрывается небольшой секретик мы можем отодвинуть его в сторону и здесь у нас гладильная доска на самом деле обратите внимание мы вымеряли буквально по миллиметрам чтобы она у нас вошла и не уперлась стену и можно спокойно гладить главное не забудьте предусмотреть розетку естественно нужно было предусмотреть хранение обуви мы нашли серийную мебель и обратились к производителю и для нас сделали немного уже тумбу что на которой удобно сидеть и в ней же удобно хранить обувь а также внесли немного игры и повесили таких милых маленьких человечков на которые можно вешать одежду стены санузла собраны на каркасе из гипсокартона и мы поставили здесь дверь скрытого монтажа чтобы не занимать определенное место для наличников и она не бросалась в глаза на самом деле я вымеряла каждый сантиметр смотрела чтобы влезла душевая которую вы скоро увидите и был достаточно комфортный проход между лестницей и стеной а также чтобы у нас здесь поместился полноценный шкаф сейчас я вам покажу санузел он площади всего 1 и 3 квадратных метра у нас здесь стоит унитаз под углом на самом деле изначально должен был стоять прям прямо но когда его устанавливать строители мне позвонили я приехала и мы начали примерять как будет удобно при условии что рядом стоит тумба чтобы не упираться коленями головой руками разными частями тела поэтому мы поставили его под углом и нас и это самый удобный вариант из возможных в этом пространстве и честно говоря я была сама удивлена что такая маленькая душевая в принципе даже комфортно она 700 на 700 дверь мы поставили складную вот так вот мне приходится вжимать себя живот складную другой вариант нам никак не подходил поставили самую маленькую возможную раковину она 220 на 150 и здесь есть даже гиг душ очень частый вопрос когда у нас высоко находится кровать как мы там будем дышать здесь мы установили бризер и потом впоследствии будет кондиционер пока он не стоит на стене здесь поручень я сознательно не стала делать поручень со стороны прохода потому что это такой риск опереться и если вдруг что-то произойдет можно упасть вниз поэтому поручень разместили на стене и по контуру расположили подсветку для включения света на втором этаже здесь стоит переключатель мы его включаем снизу и выключаем около кровати на втором ярусе у нас располагается только кровать на самом деле это полноценная двуспальная кровать 160 на 2 но матрас мы положили не на пол а на основание чтобы был воздух для матраса вас снимается гарантия если вы кладете матрас просто на пол поэтому нужно брать основание здесь также есть опора из массива выкрашенный в цвет ножек стола но мы с заказчиком мы решили что немного оплошали нужно было возводить ее до потолка потому что честно говоря она получилась такой хлипенькой около кровати мы разместили подвесную кроватную тумбочку на самом деле мы ее очень долго ждали нас подвели поставщики и не не доложили туда ручку одну единственную ручку я пошла в магазин и нашла прикольную ручку стираться прямо в изножье кровати расположен огромнейший телевизор на самом деле заказчику он очень удобен и нравится единственным источником света на втором этаже являются бра форме лодки таким золотым напылением и его кстати вы тоже можете приобрести на и my room а на полу здесь паркетная доска это все-таки натуральный материал и хотелось тактильности около кровати могу рассказать вам небольшой лайфхак все мы естественно хотим у себя дома видеть паркетную доску но это такое не дешевое удовольствие и тут есть небольшой интересный момент что мы можем сделать есть несколько видов когда у нас на доске есть такие черные сучки и их много это самый так скажем дешевый вариант паркетной доски когда у нас на производстве отбирая досок чтобы не было этих сучков тогда такой вариант стоит бога говоря от 7000 рублей за квадратный метр но когда же мы закрываем глаза на эти сучки то в принципе мы можем найти доску за три с половиной четыре тысячи рублей за квадратный метр и еще интересный момент когда мы положили паркетную доску у нас оказался виден торец его нужно чем-то закрыть не хотелось класть пластиковые уголки и поэтому мы выкрутились по другому мы взяли уголок золотого цвета и прикрепили на торец поддержали тем самым общую стилистику и у нас нет жутких пластиковых уголков подписывайтесь на все площадки где есть in my room там классные идеи для ваших интерьеров а если вы хотите стать следующим героем выпуска то пишите на эту почту и присылайте ваши фото готового интерьера и вам обязательно ответят ну вот и подошел к концу наш рум тут спасибо большое что досмотрели до конца если у вас будут какие-то комментарии или вопросы задавайте их внизу а я обязательно на них отвечу меня зовут илона я дизайнер интерьеров и сегодня я покажу вам один своих проектов и это моя квартира а это мой муж андрей это правда еще я занимаюсь лофт мебелью и помогаю лоне с дизайном в этой квартире нас проживает трое я андрей и наш сын роберт который у нас еще у нас есть код орешек мы проживаем в квартире в новостройке в санкт-петербурге квартира студия и изначально она 23 квадрата площади но у нас еще есть балкон 5 квадратов которые мы утеплили и добавили к нашей небольшой квартире мы считаем что мы в двухкомнатной квартире хорошо мы живем на восьмом этаже дом монолит студия с балконом с видом во двор да кстати тоже очень хорошо на машине не смотрим эту квартиру мы купили в 2017 году она уже была готовая далее также она была с отделкой от заустройщика как и все квартиры в этом доме целом и заехали первое время мы жили в той отделке которые было потом мы сделали ремонт в основной части комнаты и санузел у нас остался в плитке и в том состоянии в котором была застройщика и тут вопрос да что нас подвигло вообще всю эту машину запустить на второй раз потому что все-таки ремонт действительно здесь делался уже ну если считать от застройщика тоже третий раз мы однажды поехали отдыхать очень уставшие от работы у нас было много объектов мы с андрюхой просто выжатые как лимоны приехали в санаторий в петербурге мы только-только заходим в номер кладем наши вещи звонок андрея звонок на телефон и говорят вы топите соседей неправда у меня вода закрыта меня дома нет ну значит это канализация спасибо и после этого да вы приехали сюда пришли открыли поняли что ремонт нам предстоит полный у нас квартира студия она подразумевает что все находится в одном помещении у нас есть прихожая часть санузел с душевой кабиной душевая да можно сказать кухня-гостиная и благодаря присоединенному балкону еще и кабинет как я уже рассказала ранее из-за потопа мы делали два ремонта но не вся мебель пострадала и основная это кухня шкафы удалось это все сберечь она в целом ничего не затронула она выжила но как это у нас получилось все реализовать мы покажем вам сейчас в ром туре мы сейчас находимся в зоне кухни я не просто так это назвала зоны да потому что помещение все-таки общее но для нас было важно разделить и сделать зонирование помещения поэтому можно здесь на стене у нас увидеть плитку которая отсекает у нас зону спальни от зоны кухни и также эта линия идет у нас по полу а тем самым выделяя зону кухни действительно в какой-то такой микро пространство у нас здесь нет стен но благодаря шкафу который отсекает эту зону холодильнику который тоже разделяет зону коридора и кухни все-таки создается такой уютный уголок именно место кухни где мы готовим где мы едим и в целом вообще на самом деле хорошо проводим время по поводу того как мы саму кухню решили использовать поскольку пространство в студиях очень мало нужно все использовать по максимуму и кухня поэтому приобрела верхний ряд соответственно нам убираем не самые первостепенно необходимые вещи можем использовать ее в принципе под хранение кухонной утвари абсолютно не обязательно также она плавно перетекает если посмотреть в антресоль потому что изначальная планировка самой самой квартиры на самом деле прям просила добавить что-то для хранения был большой длинный такой коридор абсолютно бесполезность ничего не сделать стены несущие и то есть просто 90 сантиметров такой очень длинный какой-то длинные штуки для того чтобы он на голову не давил мы добавили до светодиодные линии вот и провели соответственно фасады также они повторяются еще со стороны гостиной что касается материала в кухне тут все достаточно просто мдф в пленке белого цвета многие говорят что белый цвет он марки и с ним сложно жить на самом деле учитывая что это по сути полимер вытирать его можно любым практически моющим средством естественно только не абразивным поэтому кухни всегда легко оставлять в хорошем виде также у нас фартук сделан из цельного листа нержавеющей стали что тоже очень удобно не боится никаких загрязнений том числе там может быть химических и так далее то есть этот жир все очень легко убирается столешницы у нас из массива дуба здесь большей степени и главное то что нам очень нравится этот материал надо сразу понимать что этот материал живой он по сути живет вместе с тобой вместе с кухней на нем остаются какие-то следы там эксплуатации прочее но при этом он очень легко реставрируется если это хоть если хочется если там какие-то серьезные повреждения он получает он легкий и очень приятный теплый тактильно также вот эта стена которая у нас отделана плитку к вопросу о том что мы очень не любим убираться тоже очень легко моется учитывая что ребенок у него нет своей зоны и он настоящий ребенок у него зона это вся квартира то есть где-то может присарать где-то может что-нибудь там разбрызгать раскидать все это легко убрать также соответственно с плитки на полу с керамогранитом также если вернуться к вопросу хранения организации хранения помимо самих ящиков выдвижных закрытых мы постарались всю вот эту стену достаточно большую по площади на кухне также использовать поэтому сюда были повешены рейлинги и у нас стоит металлический стеллаж из профиля также соответственно повторяет он по своей по своим материалам столешницу это также производстве было все сделано но декорация все это не я делал как устроена на вся кухня мы пробежимся быстро да здесь получается расположена у нас посуда и и специи и стаканы посуда которая ежедневно используется как мы там и сказали это долгосрочное хранение не будем здесь у нас находится вытяжка и плюс еще тоже зоны хранения для всяких мелочей типа масла там таблетки для посудомойки и здесь вот это вот зоны на самом деле это была такая наша точка преткновения потому что все что нам хотелось не помещалась этот размер как нам было нужно мы очень долго подбирали раковину которая может влезть вот в это вот прям на правда запредельное расстояние у нас стоит индукционная плита она не нагревается сама она не нагревает все вокруг и как вы видите уже несколько лет нашему ремонту и ничего со стенками кухни да вообще не произошло все с ними в порядке зато произошло с самой плитой мы с андреем были очень такие перфекционистические у нас позывы были когда мы хотели вычистить край плиты андрей сделал вот так и плита сделала вот так мой вам совет не делайте так приведет вот к такому итогу на самом деле вытаскиваете духовку и поднимаете спокойно все у вас будет целое у нас так не произошло ну да ладно это все мелочи здесь у нас находится посудомойка на 45 сантиметров классно но если бы была возможность поставить 60 мы бы с радостью это сделали но хорошо что и такая влезла остров это на самом деле место . нашей радости хорошо что мы его поставили потому что мы долго думали ставить стол или остров думали размышляли очень было классно что мы решили все-таки поставить остров потому что он является продолжением нашей кухни а столешница большая комфортная и в целом удобная здесь по этим сторонам у нас сидят люди но скажу честно стул часто перекочевывает в эту сторону и мы сидим все по кругу сам остров покажу его тоже он имеет у нас хранение снизу ящик под сковородки кастрюли здесь у нас хранятся крупы и всякая бокалея еще у нас здесь есть такая таинственная дырка очень многие спрашивают для чего она была сделана на самом деле первостепенно она выполняла функцию хранения микроволновки в себе то есть в это отверстие мы ставили микроволновку она у нас здесь работала и в целом было классно потом просто от нее отказались их дырка осталась и у нас сюда переехал жить код со своими мисками со своей поилкой кухню мы делали под заказ преимущественно из-за ее размеров потому что нужно было вписать все четко под квартиру под все миллиметры наши потому что квартира студии на самом деле этим и отличается то что очень важно чтобы каждый сантиметр был использован с толком также я хотела бы рассказать вам про освещение у нас на кухне у нас здесь есть свет у поверхности рабочий свет у вытяжки самого прибора и свет над баром у инмару есть свой телеграм-канал которым есть интересные идеи интерьеров скидки и акции от партнеров и анонсы новых роликов ссылка ниже подписывайся а теперь давайте пройдем гостиную рассказывать про гостиную наверно буду тогда уже я потому что я больше времени провожу так как там есть диван ну тогда с него и начну поскольку гостиная по сути это основная основное жилое помещение в квартире студии важно организовать организовать хорошее место для сна в том числе казалось существует такой тип раскладного дивана как итальянская раскладушка по сути это диван с достаточно легким легкой возможность раскладывания с ортопедическим матрасом который как раз таки и сделан для того чтобы на нем спать постоянно то есть по факту когда вы раскладываете у вас получается полноценная кровать с хорошим матрасом давайте покажу как он раскладывается тут все просто на самом деле он выглядит массивно но сам по себе достаточно легкий код подержи просто тянем на себя диван открывается параллельно с этим соответственно хранение для подушек их тут две стороны открываем и по сути у нас готовая кровать все можно ложиться точно также соответственно в обратном порядке мы собираем также по сути это и зона хранения здесь находится наш основной шкаф вещевой там висят вещи там соответственно белье есть зона сезонного хранения простите пожалуйста он не так положил подушки я не могу мне это не пережить подушки чтобы лежали правильно спасибо здесь же соответственно дополнительное хранение постельного белья там у нас на на самом деле всякие документы лежат рабочие все остальное вот ну и напротив огромный телевизор зона телевизора на самом деле тут все тоже максимально старались продумать чтобы вот каждый уголочек за что-то отвечал когда чтобы это не планировалось появлением ребенка половина из этого идет хранение вещей вещей ребенка проект кому то есть она забавная история потому что когда мы его проектировали делали у нас как бы мы сидели думали на скот живет с нами же очень много лет но он появится ребенок он будет чувствуете ущемленным во время потопа его домик исчез в мусорку я значит как заботливая хозяйка придумала вот эту дырку вот туда залез ровно один раз понюхал и здесь у нас стоит кроватка нам по кроватку ты расскажешь кроватка это самая бесполезная в нашем интерьере вещь это можно и закончить но на самом деле да нас очень многие люди предупреждали что не все дети далеко спят кроватках поэтому мы взяли ее как временное решение языке в общем-то прошел первый месяц мы поняли что ребенок спать в кроватке у нас не будет конечно для каждого родителя это свой выбор мы решили что на вполне себе комфортно спать на диване все вместе ребенок рядом мы все высыпаемся и он сейчас вот ему уже два с половиной года он просто физически отказывается туда ложится мы готовим ему к тому что эта кроватка скоро исчезнет и появится его кровать отдельная которым будет спать также у нас есть башня монтесори ну или как-то башню помощника называется которая у нас складного формата да я могу вам показать как она работает на самом деле тоже классная штука у нас появилась куча всяких непонятных гаджетов с появлением ребенка да не закручивается так встает сюда ребенок залезает по лесенке и вот он здесь уже полноценно живет дальше с нашей гостиной выход уже по сути в рабочую теперь уже комнату выход на балкон мы полностью изменили оконную группу изначально здесь было классическое окно с этой стороны дверь мы убрали подоконный блок немножечко сместили сюда само само оконный проем но это легкой наращивание было сделать но честно скажу когда мы увидели фотографию вот этого вот прохода как изменилось помещение после вот этой вот этого изменения насколько стало много света насколько стало просторно и вот это вот замкнутость плюс проходит превратился из узкой дверь потому что окно то здесь на самом деле заканчивается то есть если изначально план оставить какой был по дверь была бы вот здесь вот рядом с тубой и это практически нереальная ситуация поэтому стоит такая перегородка легко закрывается также проем закрывает блокаут штора штора автоматическая управляется несколькими способами либо своего пульта магнитного у многих всегда появляется вопрос что это за штука у нас на потолке висит это на самом деле гамак для аэро йоги для тренировок у нас скажу честно с появлением ребенка он благополучно и просто детский гамак холыбельку мы просто расстилаем мелко мы туда кладем матрасик и он у нас качается еще хотели рассказать про материал который здесь у нас используется на полу на самом деле основной материал который мы любим и обожаем и регулярно даже свои проекты ставим это винил он еще бывает винил или кварц винил зависимости просто что есть подложка или нет у нас это просто винил это прям тоненький-тоненький материал 2 миллиметра общей толщины он клеевой причем клеевой он не просто так после вот как раз таки того потопа мы приняли решение делать клеевой напольное покрытие и плитки ну чтобы она максимально не боялась вообще никакой ваги на остальных участках пола у нас используется керамогранит получается он нас используем из одной коллекции такого скажем желтого светло-песочно-желтого цвета и синий голубого да он одинакового формата метр двадцать на шестьдесят просто разные цвета вот это цветовое пятно которым у нас сделано с помощью краски получается мы сделали два цветовых сочетания здесь раньше у нас здесь было нарисовано пальма там цветочные прочее мы немножко подустали от яркого такого насочного принта и решили заменить на что-то лаконичное минималистичное все остальное пространство по гостиной по кухне это декоративная штукатурка и на самом деле это очень выигрышный удобный вариант потому что во первых именно это покрытие она не сильно требовательно к ровности не качество именно скажем так идеальности подготовления вот стены да и также очень легко либо либо ремонтируется и моется а вы знали что у инмару появились еще и подкасты уже вышел первый выпуск про ремонт так что переходите по ссылке ниже в описании а также ищите на всех площадках и слушайте это моя святая святы здесь я работаю вдохновляюсь делаю проекты мне очень нравится панорамным вид который получился то есть можно сидеть работать смотреть в кошки к соседям стол стул компьютер это все что мне нужно вторая часть балкона у нас используется уже под зону отдыха на самом деле этот этот стул тоже перекочевывает сюда и мы все дружно здесь сидим отдыхаем у нас здесь есть удобное комфортное кресло столик для кофе и и моя картина если говорить про какие-то технические моменты здесь то у нас здесь конечно же есть теплый пол на полу как и кстати вообще по всей квартире где у нас есть плитка у нас есть теплый пол у нас стоит вот такая вот штука это называется гладильная станция это один из моментов тоже важный в нашем устройстве в нашей бытовой жизни потому что как видите у нас нет никаких дополнительных кладовок нет каких-то гардеробных отдельных где можно было бы там искалов куда можно было это все поместить когда мы утеплили балкон место действительно технического хранения стало очень мало и нам пришлось менять технические моменты нашей жизни на более оптимизированные на более компактные в плане размеров и более технологичные так скажем балкон у нас прошел полный цикл утепления начиная от окон то есть мы сначала заменили остекление на теплое и далее уже по всем стенам сделали утеплитель нашили гипрок и процессе потом уже покрасили также пол и потолок были утеплены то есть везде есть утеплитель на потолке у нас натяжной потолок ну и под ним есть слой мы в прихожей основным акцентом здесь стали у нас черно-белые обои они яркие принтованные при этом их дополняют спокойный пол потолок и достаточно лаконичный шкаф как раз такая деликатность в остальной отделке и побудила нас какому-то более яркому принту на оставшихся стенках здесь у нас еще также повешено зеркало в черной раме но еще языки тоже сделано неспроста ну во-первых потому что это как функция нужно а во-вторых черная рама она дополняет композиционно всю историю и немножечко перебивает активный принт чтобы не было его слишком много чтобы она не давит ли туса кстати мы используем из дюра полимера это твердый пластик они достаточно устойчивы к ударам да как всяким побоем красится не краской поэтому когда приходит время им освежиться дата мы дополнительно просто перекрашиваем здесь у нас не шкаф с ним были конечно тоже нюансы застройщик не продумал нормальную глубину шкафа из дал нам всего лишь 45 сантиметров по глубине это повлияло на то что вещи у нас здесь висят не стандарт надо штангой по длине и такой развеской а вещи висят к нам лицом основной свет в прихожей у нас решен при помощи точечного освещения как и в целом по всей квартире на самом деле мы любим заливной свет чтобы в целом везде помещение хорошо освещалась поэтому точечный свет для нас это прям маска так скажем и зона вот этого узкого коридора она у нас освещена с помощью диодной подсветки коридоре при переходе из нежилой части в живую от застройщика стояла вот здесь дверь тот но мы ее решили убрать потому что нам казалось что создается два таких у неуютных пространство что со стороны прихожей ты зашел такую клетку что там потом ты смотришь и как-то тесно неуютно и вообще наша цель была максимально раскрыть все это пространство пусть он друг друга переходит и будет максимально таким светлым свежим просторным и уютным сейчас мы находимся в душевой целом от застройщика помещения мы это не меняли и даже расположение практически сохранилась унитаз стоит на своем месте единственное что застройщика раковина была в той части что глобально здесь изменили мы мы долго думали решались на этот ход но тем не менее мы на 30 сантиметров зашили эту стену для чего мы это сделали да при таких габаритах действительно да звучит рискованно потому что забрать 30 сантиметров под комнату вроде как звучит немножко как безумие но тем не менее мы сюда интегрировали всю зону хранения которая нам нужна в ванной комнате и вообще ни разу не пожалели у нас здесь находится скрытая инсталляция она же занимает до какую-то часть вот в этом месте у нас находятся фановые стрики и техническая разбудка здесь давайте показать здесь у нас тоже коллекторы стоят мы плюс какие-то игрушки там огнетушители всякие технические какие-то нюансы а вот эти две части это у нас наполнение уже наше лично бытовое здесь всякая косметика полотенца и пошло поехала там дальше более длительное хранение плюс конечно же это тумба под раковиной на мой взгляд в таких помещениях нельзя не использовать это пространство да обязательно должна быть раковину мы сделали как я уже сказала интегрированную под столешницу столешница из акрила очень классное решение здесь у нас также зеркало большое круглое больше в большей степени она еще и как элемент дизайна на себя берет роль потому что именно благодаря такому большому зеркалу отражается все помещения и она не смотрится уже таким компактным и не замкнутым и плюс она оформлена в деревянную раму плитка у нас выбрана здесь комбинированная недорогая на тот момент он стоит 980 рублей за квадрат напольная плитка и на стены в душевой зоне и тоже что-то в районе 800 рублей за квадрат но было прям правда очень бюджетная а вот декоративная плитка с рисунками была наоборот достаточно дорогой на тот момент он стоил там около четырех с половиной тысяч рублей но учитывая что объем здесь небольшой и зона все-таки такая ключевая центральная мы решили ее здесь расположить и потратить на нее а также у нас в отделке комбинированная отделка идет вверх покрашенный влага защищенной влагоустойчивой до краской и снизу сделано в общем-то часть плиткой также тумбу мы сделали подвесной по двум причинам 1 потому что у нас есть код и где-то нужно было расположить его лоток поэтому высоту мы выбрали такой чтобы ему было комфортно там расположиться при этом еще и удобство уборки да тоже о нем думали подвесной унитаз подвесная тумба и в общем-то максимально все уторваны от земли это вообще было наше желание огромное потому что везде где может проехать робот-пылесос там не нужно убираться на здесь у нас находится шкаф хоз шкаф и вот так назовем да его фишка это его акцент на яркий оранжевый цвет вы его тоже разрабатывали полностью под себя идея с фасадами дырками тоже сделали все индивидуально под себя в чем была значит и на суть ну во первых чтобы здесь не было никаких ручек чтобы тут пространство видите даже я я человек не крупный и прохожу так с трудом андрей у нас человек большой богатырь и конечно для него это было бы прям чревато каждый раз биться об ручке поэтому мы здесь использовали фасад без ручек здесь вообще у нас нажимные пуш системы здесь просто вырезанные дырочки вот так открываем фасад поделен не просто так на такую маленькую часть и большую да все тоже сделано из расчета того что вот как как нам здесь быть и открывать эти двери вместе с ним до чтобы можно было отойдя сюда все-таки эту дверь тоже открыть они застрять в пространстве машинка про него тоже хотелось немножко рассказать она у нас два в одном то есть стиральная и сушильная машина после того как мы в ней посушили одежду мы вешаем на нашу сушилку которая хранится у нас вот здесь компактно висит на крючках такая вот бамбуковая небольшая сушилка которую я вам тут могу даже продемонстрировать которую если мы поднимем она в целом получается достаточно компактная и в этой части у нас размещается душевая кабина здесь она была расположена по умолчанию от застройщика в целом хорошее компактное место не могу сказать но единственное что андрей говорит что не тесновато здесь но в целом все равно классно сделали душевую систему с термостатом классная вещь тоже мы кайфуем от этого всего температура регулируется всегда постоянно хорошо работает и вообще все здорово один из важных моментов это освещение на что у меня андрей попросил обязательно сакцентировать внимание освещение у нас здесь решено как и по всей квартире тоже с помощью точек но в душевой так как она у нас очень ограниченного размера если бы мы сделали точку прямо по центру кабины то она бы четко попадала в шапочку душевой лейки и в кабине было бы темно потому что давалось бы такая вот теневая занавеска благодаря том что мы чуть-чуть сдвинули от центра да на плане этого видео не очень симпатично но в жизни конечно это достаточно функционально такой маленький маленький нюанс о котором лучше думать когда проектируешь свое пространство детской ванной и купанием решили вопрос очень просто мы купили вот такую вот складную ванночку который у нас просто вот прячется видите какая мне толщина она у нас идеально мы конечно же и по размерам подобрали она у нас идеально встает когда ребенку нужно принять ванну мы спокойно набираем он купается и что самое классное его можно изолировать от водяных брызг во пне душевой кабины вот этой вот шторкой и все получается достаточно классно вот и подошел к концу наш рум-тур подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии вопросы под этим видео а мы на все ответим привет in my room заходите к нам в гости привет меня зовут полина я студент-архитектор и я учусь на втором курсе мархи с первого курса работаю в архитектурной студии and design под руководством архитектора и руководителя студии анна новопольцевой меня зовут ольга я мама полины работаю в страховании и помогала ей реализовывать этот проект и в этом выпуске мы расскажем вам про самую маленькую квартиру на канале in my room tv она всего 16 квадратных метров мы сделали всего лишь за 600 тысяч рублей мы находимся на юго-западе москвы этот дом кирпичный типовой постройки серии 234 чем-то похож на хрущевку но не совсем эта серия домов с малогабаритными квартирами гостиничного типа то даже есть квартиры общей площади 13 квадратных метров эта серия представляет собой два пятиэтажных корпуса которые соединены между собой некоторым переходом в котором раньше располагалась столовая так как в квартирах кухни раньше не предусматривалась и их просто не было эта квартира подразумевалась для посуточной аренды поэтому выбрали скандинавский стиль поскольку он подходит практически любому человеку за счет своей нейтральности светлых оттенков и возможности добавить индивидуальные акценты этот проект полностью делала анна новопольцева она подбирала мебель текстиль материалы и делал это полностью онлайн изначально квартира была в плачевном состоянии жильцы которые были до нас ограничивались тем что они клеили обои поверх старых и накладывали пол поверх также старого в итоге мы сняли 33 слоя полов и 4 слоя обоев а под обоями еще был два или три слоя краски примерно в 90-х годах столовую закрыли и всем цивилизованно организовали кухни в коридорах провели мокрые зоны и теперь у всех есть кухня и поэтому она немного расположена в в коридоре можно так сказать поскольку мы были очень ограничены бюджетом мы пригласили и соответственно бюджетную команду которая делала здесь ремонт в итоге мы столкнулись с огромным количеством косяков которые пришлось исправлять своими руками и мы вам сейчас покажем как мы исправили ну что давайте начнем наш рум-тур давайте начнем с кухни она всего около двух квадратных метров несмотря на небольшой метраж она получилась полноценной за гарнитур и технику мы заплатили 35 тысяч рублей это варочная панель на две комфорки над ней полноценная вытяжка которая выходит в инстанционную шахту над вытяжкой не получилось сделать ящик потому что бюджетные рабочие накосячили поэтому здесь заглушка выше есть ящики с местом для хранения в этом проекте мы заменили ручки на пробки от шампанского это решение выглядит необычно и интересно одна из секций мы решили оставить открытой здесь есть все что нужно под рукой на каждый день здесь находится раковина из нержавеющей стали здесь столовые приборы место для хранения холодильник который мы убирали под столешницу с маленьким с маленькой морозилкой и могли подумать что здесь мусорка но тут не только мусорная казино но и крохотная микроволновка кстати для микроволновки мы продумали специально розетку стене у меня для вас есть совет если у вас остались куски от пола не спешите их выбрасывать мы например свой кварц ванилу положили на дверное полотно тем самым визуально объединить пространство у in my room есть свой телеграм-канал в котором вы можете найти полезные советы для своего ремонта анонсы выходов новых роликов и скидки акции от партнеров ссылку можете найти в описании под этим видео в этом пространстве натяжные потолки в них встроены точечное освещение второе освещение идет от вытяжки которая освещает рабочее пространство мы с вами находимся в центральной единственной комнате которая выполняет функции не только спальни не только рабочего пространства но также и зоны прихожей так как зона прихожей у нас стала занимать кухня зону прихожей мы перенесли сюда увеличили простенок для того чтобы поместился шкаф и было очень комфортно раздеться оставить какие-то сумки головные уборы и также может быть какие-то мелочи у большинства соседей вообще не предусмотрена зона прихожей у многих здесь стоят холодильники верхняя одежда располагается как попало на каких-то стульях либо вешалках вот здесь посреди комнаты но мы решили выделить под прихожую отдельную зону и с помощью мебели очень отлично зонировали это пространство на стенах у нас обои стекловолокна мы выбрали эти обои потому что они очень хорошо ложатся на какие-то неровности не идеальные стены какие у нас здесь были и также они очень прочные и краска моющиеся очень хорошо на них ложится и потом очень легко если что реставрируется на полу мы использовали кварц винил потому что он очень прочный он теплый и его за счет его качества его можно использовать не только в комнате но также и в мокрой зоне и даже в ванной комнате что мы сделали благодаря чему у нас как видите нет никаких порожков и при этом он очень хорошо выглядит и сейчас уже можно найти очень хорошие бюджетные варианты которые позволят вам сэкономить шкафу нас икея все его знают любят и используют стандартной планировки единственное что мы сделали мы заменили ручки они у нас отдельно куплены ну и в качестве лайфхака по поводу ручек хотел еще сказать что покупая дешевую мебель что собственно говоря мы и сделали необходимо всего-навсего заменить ручки и она сразу будет выглядеть по-другому вот вы можете посмотреть и также мебель купленная из разных магазинов из разной серии когда вы поменяете сделаете одинаковые ручки это очень здорово будет смотреться единым таким ансамблем что ли спальное место у нас приобретено также в икеи мы успели буквально в последний вагон и купили шкаф и вот эту кушетку когда как раз уже в момент когда икея уже объявила об уходе и мы буквально ухватили как говорится это в последний момент эта кушетка раскладывается в полноценное спальное место 160 на 200 с матрасами и такой вот диванчик превращается в полноценную очень удобную кровать стол у нас рабочий также был сделан сделан специально в один уровень и с подоконником для удобства эти отдельно покупались два комода они абсолютно недорогие по 2000 рублей были куплены столешница из лдсп но с очень хорошим антивандальным покрытием и под дерево сделано и такого очень хорошего качества но куплено на распродаже подоконник и окна мы не меняли мы просто зачистили старую краску и покрасили это два слоя новый подоконник каменный окна деревянные но достаточно теплые комфортные и в общем то тоже в нашу тематику очень хорошо мне кажется вписались шторы изначально были стандартной длины так как нам такая длина была не нужна мы укоротили и из оставшихся кусочков мы сшили вот такие прекрасные две подушечки что тоже собственно говоря получилось очень бюджетно и симпатично подписывайтесь на все площадки на которых есть и my room там очень много интересных и полезных решений для вашего ремонта а если вы хотите стать участником следующего рум-тура пишите на эту почту и может быть вам повезет центром композиции у нас стала решетка которая осталась у нас с одного места мы вам сейчас чуть позже покажем откуда она у нас осталась не подошла по размерам и мы вот эту композицию собрали уже вокруг нее и по-моему тоже получилось очень симпатично часть картин я заказывала печать брала с интернета а вот эти фотографии это вот они из из альбома анны новопольцевой она любезно нам предоставила свои фотографии подходящие к нам нам по стилю я их напечатала и вот они очень хорошо здесь разместились потолки здесь покрашены потому что высота всего 245 опускать еще дополнительно не хотелось и для того чтобы визуально их еще немножко поднять был использован вот такой вот карниз достаточно широкий для того чтобы визуально сделать потолок выше в качестве освещения здесь была выбрана люстра с такими необычными плафонами и на столе у нас стоит такой прекрасный светильник ананасик мы находимся в санузле общей площадью около двух квадратных метров стена отделана цементно-песчаной штукатуркой покрытая полностью лаком это стены разрисовала я сама на ней изображены зеленые листья мокрой зоне мы используем то же самое решение что и на кухне а именно выложили плитку зеленой затиркой здесь мы видим столешницу из лдсп накладная раковина и сюда даже поместилась стиральная машинка на 4 килограмма здесь поместилась полноценная угловая дошевая кабина и унитаз инсталляции на этой стене вы видите необычную композицию из дверей которую мы купили в обычном строительном магазине и расположили их так чтобы люк визуально растворился среди них покрасили мы их в основные цвета нашей квартиры и коммуникации здесь мы поменяли а трубу которая ведет полоцензосушители выкрасили зеленый цвет здесь также натяжные потолки на котором расположены накладные точечные светильники двери здесь бюджетные которым купили в обычном строительном магазине вот и подошел наш рум-тур концу спасибо что посмотрели до конца пишите комментарии задавайте вопросы под этим роликом и мы постараемся на все ответить пока пока привет in my room рад вас приветствовать на своем реализованном объекте добро пожаловать меня зовут копенкин роман я по образованию архитектор занимаюсь проектированием домов и разработкой дизайна интерьеров и в этом выпуске я расскажу вам как за два месяца при ограниченном бюджете а у нас был 500 тысяч рублей реализовать проект маленькой студии на 25 квадратных метров мы находимся в апартаментах лофт на херсонской это здание бывшего монтажного техникума 1970 года постройки здесь ранее располагались офисы и учебный комбинат еще совсем недавно здесь учились машинисты башенных кранов и электросварщики об этом нам свидетельствует сохраненное и отреставрированное панно в холле этого здания 2021 году это здание переделали под жилые апартаменты эта студия планировалась под сдачу в аренду сам проект выполнялся мной удаленно поскольку я проживаю в другом городе саратове заказчиками было предоставлены фотографии обмерные планы мы составили несколько вариантов планировок а также несколько вариантов стилистических решений и в результате разработали нужный нам вариант хочу сказать что мне повезло заказчиками поскольку весь процесс проектирования согласования в процессе и реализации выполнялся очень оперативно и было очень комфортно работать и передо мной стояла задача уместить максимум студии 25 квадратных метров при очень ограниченном бюджете всего 500 тысяч рублей здесь уже был ремонт от застройщика и в целях экономии бюджета мы сохранили часть отделочных материалов то здесь уже был черновой пол здесь уже были покрашены стены была антресоль на которой сейчас располагается спальня мы улучшили это пространство преобразили его сделали более интересным что мы конкретно изменили и добавили я вам сейчас расскажу в нашем рум туре давайте начнем в этой студии у нас уже был пол от застройщика это ламинат также основным плюсом этого пространства является высокий потолок он почти 4 метра высотой здесь имеются балки мы их никак не стали декорировать оставили как есть это как напоминание о прошлом этого здания и именно эта история этого места этот конструктив эти балки вдохновили на создание стилистики этого интерьера яркий мемфис с ретро мотивами в советском здании бывшего монтажного техникума тех же годов 80-х 70-х связи с экономия бюджета был выбран прием color block это игра яркими цветами и создание из них геометрической композиции и одно из первых ярких пятен это у нас кухня это компактная кухня ниша столешница у нас выполнена из ldsp белого цвета на ней у нас расположена варочная панель и мойка здесь у нас есть на нижнем уровне холодильник и системы хранения на верхнем уровне у нас открытые полки их фон это яркий контрастный цвет это достаточно бюджетное но эффектное решение на фартуке у нас белая плитка с черной затиркой графика этой плитки перекликается с графикой ограждения на антресоле плитка на фартуке как и ограждение были разработаны нами кстати сама кухня обошлась нам всего в 30 тысяч рублей кстати у in my room есть свой уютный телеграм-канал там вы сможете найти интересные идеи анонсы выпусков свежих роликов а также акции от партнеров все подробности ищите по ссылке в описании или вбивайте название в поиске от зоны кухни мы переходим к зоне гостиной она же у нас и обеденная зона это у нас столешница здесь можно также поработать с ноутбуком есть несколько открытых полок и продолжая работу игры с цветом и геометрия выделил всю эту зону в такой насыщенный синий цвет чтобы придать ей некого объема одно из пожеланий заказчиков было разместить на первом уровне дополнительное спальное место это у нас раскладывающийся диван нейтрального серого цвета с тв зоной кстати похожий диван можно будет найти на маркетплейсе in my room выделяет зону дивана у нас такой вот яркий акцент цветовой и вот такой графичный постер он делался на заказ по конкретным нашим размерам кстати постер этого же автора расположен и в зоне спальни также у нас была работа с разным сценарием освещения здесь у нас стоит торшер у него такой приятный рассеивающий свет и также наверху у нас расположена люстра изначально у нас была люстра от застройщика но она была совершенно небольшая мы решили сделать такую объемную люстру с дугообразными воздушными элементами и шарами потому что это органично вписывается для таких высоких потолков эта столешница у нас выполнена из лдсп под ней у нас расположен радиатор он у нас от застройщика мы его не меняли здесь у нас также имеется такая вот ниша в конструктиве и по проекту здесь планировались полки вы пока еще их не успели сделать и теперь мы думаем стоит их здесь выполнять или нет пишите ваше мнение в комментариях я все прочту особой атмосферы в наш интерьер передает вот такая вот антикварная ригонда кстати помните я вам рассказывал начале выпуска про постер в коридоре из фильма ирония судьбы и это не случайно на этой гонде можно послушать пластинку на которой играет музыка из того самого фильма это тоже не просто так кстати почему вы думаете я так часто говорю про этот фильм ирония судьбы потому что студия это расположен как раз в том районе новые черемушки где и жил главный герой самого новогоднего фильма страны иронии судьбы жене лукашин сейчас мы находимся в прихожей здесь есть обувница также здесь можно бросить ключи или какие-то мелочи вот эта дверь нам досталась от застройщика здесь большое зеркало это решение очень удобно для таких маленьких квартир также хочу обратить ваше внимание на эту картину она здесь не просто закрывает электрический щиток это копия ретро постера фильма ирония судьбы или с легким паром а почему именно этого фильма я расскажу вам чуть позже основная зона хранения это шкаф он выполнен на заказ по моим эскизом здесь у нас есть секция для верхней одежды также есть секция хозблока и небольшие ящики где можно хранить всякие мелочи этот шкаф выполнен из лдсп вот эти ручки и покупались отдельно в коридоре у нас имеется вот эти точечные светильники они достались у нас от застройщика сейчас мы поднимаемся на второй этаж это у нас антресоль она нас досталась от застройщика тут достаточно низкий потолок всего метр шестьдесят но на самом деле свой функционал это место выполняет и этого вполне достаточно чтобы вот так вот плюхнуться на кровать и расслабиться ограждение мы делали на заказ по моим эскизом это такая металлическая рама сеткой белого цвета нужно было сделать что-то то что защищает но в то же время легкое и воздушное поэтому мы сделали такое решение здесь у нас расположена полноценное спальное место это двуспальная кровать она два метра на метр шестьдесят и она расположена как раз между двумя балками чтобы было больше пространства сверху также в этой кровати есть хранение и у нас здесь есть вывод под тв можно будет перед кроватью сделать телевизор с каким-нибудь комодом в этой комнате у нас приглушенные цвета более спокойный нежели чем на первом уровне поскольку все-таки это зона для сна здесь нужно как-то расслабиться из ярких акцентов у нас только текстиль и картина из освещения у нас есть прикроватные бра и этого вполне достаточно они создают такой спокойный свет и также у нас здесь есть труба от вытяжки она уже досталась нам от застройщика никак не скрыта и в будущем потом у нас появится вытяжка на первом уровне эту трубу мы планируем скрыть у нас есть несколько идей кстати а какие идеи вы нам сможете предложить пишите в комментариях мы будем вам рады основным элементом этого пространства на потолке является вот эти вот балки они очень массивность только грубой текстурой мы их никак не стали декорировать и они отлично вписываются в концепцию нашего интерьера сейчас мы находимся в санузле и нам очень повезло поскольку от застройщика нам уже досталась плитка на полу плитка на стенах и сантехника и кстати если вы будете делать у себя ремонт то вот такие вот моменты как вот эти вот стыки плитки и уголки их нужно делать более детально и более качественно прорабатывать но мы здесь поменяли раковину и под раковины мы расположили стиральную машину это очень удобное решение для таких маленьких санузлов также здесь есть небольшая полка зеркала душ тоже в целях экономии бюджета мы не стали делать стеклянную перегородку а сделали ли шторку и предвосхищая ваш вопрос проливается ли вода из этой шторки нет не проливается это было уже опробовано лично и здесь все очень хорошо и также за стиральной машины у нас есть зазор для всех коммуникаций необходимых множество идей для санузлов и не только вы сможете найти на канале in my room а также подписывайтесь на все площадки где есть in my room а если вы хотите стать участником следующего нового выпуска in my room то пишите на эту почту и присылайте фотографии готового интерьера вот и подошел концу наш room tour и кстати я забыл вам сказать что это мой первый полностью реализованный проект интерьера и я буду очень рад вашим комментариям пишите их под видео я на все вопросы постараюсь ответить пока пока привет или меру рады вас видеть заходите сейчас будем смотреть и все показывать in my room это marketplace красивой мебели заказывайте тысячи товаров с доставкой в любой город а пока смотрите наше новое видео и вдохновляйтесь на переделки меня зовут юна лукинских я руководитель студии дизайна и я проектирую объекты для моих заказчиков в основном это инвест объекты под продажу или сдачу меня зовут аня в этом году заканчиваем ему я здесь живу и также я работаю журналистом и занимаюсь фотографией сегодня мы расскажем вам про самую маленькую квартиру на канале in my room всего 12 с квадратных метров кстати до этого на канале in my room самой маленькой квартиры было 16 квадратных метров но мы определенно побили рекорд и у нас 12 и надеемся что вам будет интересно смотреть это видео а также я вам расскажу как я здесь живу находимся мы в районе метро беговая и проект этот делался изначально для заказчицы она инвестор и обратилась к нам за помощью потому что площадь как я уже говорила 12 с половиной метров оказалась достаточно критичной чтобы самостоятельно как-то придумать качественный интерьер продумать все эргономичные зоны и воплотить его в соответствии с ожиданиями нашего будущего клиента это кирпичное здание 62 года она изначально принадлежала типографии но попала под реновацию и все помещения которые здесь есть их преобразовали в жилые студии в апартаменты где мы с вами сейчас и находимся изначально задача была определить четко целевую аудиторию для кого мы будем делать этот интерьер и задача была непростая но мы сузили ее и выбрали два направления сначала вообще рассуждали можно ли здесь возвести второй этаж второй уровень отказались очень быстро от этой идеи и выбрали для себя два направления первое мы размышляли что это станет прекрасным кабинетом для человека например профессии психолога или айтишника сейчас очень много удаленных профессий и принципе целевая аудитория здесь широкая и второе направление как раз таки и стала подумали что идеально это место подойдет для молодого современного студента который здесь с комфортом может разместить все свои вещи наслаждаться вот этим вот камерным пространством и прекрасно себя здесь ощущать и аня как раз и стала этим чудесным человеком может расскажешь тогда сейчас как тебе здесь живет да собственно для меня как для студента очень важно чтобы пространство было эргономичным чтобы я могла себя чувствовать комфортно по моральному состоянию чтобы мне было хорошо здесь жить и также вблизи метро внизу очень классное пространство лобби и собственно все детали мы раскроем чуть позже на этой площади нам удалось разместить зоны полноценную зону санузла прихожая и общая зона кухни-гостиной когда мы размышляли над тем какой стиль вообще выбрать для того чтобы оформить это помещение думали над формами над цветами над контрастными поняли что мы не будем выбирать какой-то определенный стиль например лофт или боха что нужно остановиться на таком лаконичном и интерьере вне времени чтобы все предметы они не устаревали и были всегда актуальны вот таким образом и получилось сделать уютное обволакивающая и такое вот небольшое пространство спасибо ну что пойдемте смотреть ну что давайте начнем наш room tour с прихожей по отделке здесь у нас кварцвиниловая плитка на полу стены окрашенная штукатурка и полностью одну из стен занимает столярные изделия это очень вместительный шкаф который мы сделали на заказ здесь у нас в шкафу расположен щиток а вот тут за створкой висят аккуратно вещи на рейли это очень удобно и он очень вместительный максимальной глубины чтобы вещи размещать именно перпендикулярно фасадом дальше наверху у нас расположена просто полка то есть для хранения чего угодно а здесь мы сделали специально две ниши внутри них у нас встроенные розетки поэтому здесь можно размещать любые бытовые приборы наверху у нас печка свечей здесь можно ставить и чайник кофемашину все что душе угодно а здесь что мы вам расскажем чуть позже но как вы можете заметить есть вентиляционные решетки они у нас расположены по всем сторонам и справа и слева из даже сверху узнаете для чего немного позже на входной двери у нас очень удачно размещено зеркало в полный рост это нам позволяет вообще не думать о том что где-то еще нужно разместить зеркало его достаточно для всей квартиры потолок в этой зоне он достаточно низкий где-то 200 так предусмотрел застройщик девелопер поэтому мы просто подстроились под это предусмотрев при планировании мебели эту высоту ну а теперь пройдемте на кухню по отделке что здесь вообще есть на полу это кварц винил и мы выбрали специально такой светлый оттенок от которого отражается свет и наполняет собой помещение стены мы решили пойти таким простым путем эта штукатурка нанесенная вручную без какого-то такого пиетета и выравнивания этих стен до идеала и мы окрасили стены в три цвета акцентная полоса которая проходит по всему периметру помещения делит его на три части внизу более такой глубокий цвет серо-бежевый наверху более светлый сделали это намеренно чтобы помещение было таким обволакивающими как будто бы обнимающим а в зоне кухни на стене мы решили не размещать никаких загромождающих шкафов хранение здесь и так достаточно мы про него расскажем наверху осталось вот просто свободное место и мы его отделали плиткой которая очень удобная потому что она не марка и идеально просто вписывается по оттенкам да мы оттенки выбирали специально которые тоже поддерживают вот эти вот нюансные сочетания серо-бежевые бежевые светлее темнее так что вот так про кухню что можно сказать кухня и вообще все столярные изделия которые здесь есть это кухня антресоль и большой шкаф в прихожей а также еще несколько предметов в ванной комнате все вместе это все было изготовлено на заказ по нашим чертежам по нашим разработкам и стоило это 160 тысяч рублей все вместе что очень удачно столешница кухни это ламинация пластик под дерево а фасады нашего любимого тоже приглушенного серо-бежевого цвета он же использован и в прихожей и сливается со всеми остальными стенами как бы исчезая и взгляд за них не цепляется лишний раз а сейчас я вам расскажу про хранение на кухне здесь у меня столовые приборы здесь у меня все для чайных принадлежностей тут очень классная сушка и расположение посуды и здесь тоже много различных вариаций для хранения а тут у нас холодильник как-то так так ну что еще здесь есть у нас раковина глубокая черная акцентная с таким аккуратным краном смесителем бытовые приборы здесь чайник и варочная панель она двухкомфорочная потому что больше здесь в принципе и нет необходимости вытяжки здесь тоже нет не знаю они для тебя это проблема или не для меня не проблема потому что я как студент мало готовлю признаться честно и я даже не заметила что ее нет и как-то не чувствуется ее необходимость да но я знаю что вот там вот за декором за книгами есть вентиляционная решетка и естественная циркуляция воздуха здесь присутствует этого в принципе уже достаточно когда мы пришли сюда в первый раз антресольный этаж вот это вот пространство между полосой и потолком было пустое полностью уходила вглубь прямо до стены с дверью мы пытались узнать для чего она сделана что предполагал девелопер застройщик но никто не знал и никто не дал нам ответа поэтому мы решили раз так то мы сделаем там хранение в правой части это хранение такое чисто декоративное как в принципе мы сейчас видим они разместила здесь и книги и свои камеры такие приятные глазу предметы а в левой части мы закрыли это хранение дверцами и принципе там можно хранить все что душе угодно мы можем посмотреть даже поближе здесь есть такая крутая стремянка очень удобно и так я часто здесь храню свою аппаратуру для съемок здесь в принципе у меня тоже свои учебные принадлежности вот очень удобно все так открывается и там как уже сказано было я расположила все свои камеры книжки и разные штучки которые дополняют укор декор и добавляют уюта давайте пройдемся посмотрим какие здесь удалось разместить зоны вот первая из них это зона столовая да можно здесь завтракать ужинать обедать и когда мы выбирали эти предметы старались сделать их контрастными акцентными но при этом удобными то есть можно было выбрать стулья и попроще и полаконичнее но мы решили сделать их вот такими полноценными деревянными с подлокотниками с мягкой сидушкой чтобы можно было с легкостью проводить на них время здесь также можно не только есть но очень удобно работать я постоянно здесь остаюсь мне казалось что будет мало как-то пространство или некомфортно но эти стулья меня просто покорили поэтому я каждый раз когда работаю просто сажусь и спокойно занимаюсь учебой или по работе делами вот подоконник здесь довольно широкий мы делали его такой же по цвету столешности как у нас на кухне на самом деле на нем можно и сидеть и писать и читать он как полноценная такая зона рабочие отдыхательные что еще здесь есть конечно зона сна над ней мы тоже очень долго думали и остановились вот на таком варианте это этот предмет состоит из двух частей в нижней части здесь есть два выкатных ящика это очень такая массивная и вместительная зона хранения а верхняя часть вот она похожа на спинку дивана на стационарно закреплена к стенам то есть снять переместить это невозможно да и в принципе не нужно и обязательным для нас было условием чтобы это все было в одном виде текстиля и по цвету и по типу поэтому мы также заказали сразу же чехол на матрас на ортопедический матрас чтобы когда это все вот в таком аккуратном виде выглядело это и напоминала собой диван и никак не было похоже на кровать стандартном ее виде у in my room есть свой telegram канал в нем ежедневно выкладывают фотографии красивых интерьеров там же можно найти анонсы новых видео а также скидки и акции которые на текущий момент есть найти вы вы можете по названию или по ссылке в описании к видео кстати похожий стол и стулья я видела на маркетплейсе in my room так что у нас осталось шторы они очень классные они blackout и ловким движением рук она полностью закрывает весь естественный свет для меня это очень круто потому что периодически я работаю ночью и сплю днем а так как здесь солнечная сторона просто необходимо создавать себе комфортные условия для сна до штору мы как раз делали на заказ потому что окно огромное но нестандартное и конечно нам было максимально важно чтобы и этот элемент текстильного оформления поддерживал всю остальную гамму и по дизайну подходила этому помещению вот и что еще можно сказать что когда мы заканчивали работу над проектом была зима и было холодно но мы обязательным условием установили кондиционер потому что было понятно что помещение такого масштаба кондиционер будет необходим да на самом деле он есть не во всех здешних квартирах и я чувствую как он правда здесь пригоден и комфортен и я им пользуюсь мне кажется каждый день сейчас когда лето что касается света то мы его не меняли все те точки которые здесь были уже выведены они остались они обеспечивают такую ровную засветку не влияют на тон кожи и в нем комфортно находиться комфортно же до комфортно а вы по свету мы добавили вот такой вот бра к нему конечно нужно привыкнуть потому что она находится прямо в изголовье кровати но я надеюсь что все таки им комфортно пользоваться мы рассчитывали что здесь будет удобно читать перед сном днем не знаю подтвердишь ты один раз конечно когда я только переехала на следующее утро я быстро вскочила под будильника и не зацепила за него головой но потом я к нему быстро привыкла и правда им пользуюсь постоянно он кстати создает очень приятную такую романтическую атмосферу если вы включите везде свет и оставить только его мы находимся в ванной самой интересной части мне кажется моей квартиры здесь отделка была от застройщика плитка что необходимо в мокрой зоне здесь добавили классный шкаф зеркалом там очень много моих разных косметических штук миниатюрная раковина и также очень крутая душевая зона она миниатюрная здесь есть все необходимое добавили крутые полочки для всех шампуни и прочих вещей очень удобная машинка сушкой на самом деле здесь особо не расположиться с сушкой вещей а там все очень быстро и комфортно делается а вот что еще рассказать наверное стоит рассказать одну классную историю когда у меня здесь было новоселье ко мне пришли друзья они посмотрели квартиру поухали поахали и один человек спросил слушай где у тебя руки помыть я говорю на этаже потому что на самом деле пространство очень маленько и даже ну сложно подумать что здесь можно разместить полноценную ванну но как оказалось можно и даже очень крутую люк здесь никак не меняли он остался такой же здесь добавили крутую столешницу она как и на кухне идентичная и что очень круто обычно там приходишь в квартиру и на машинке навалена куча вещей она пыльная противная здесь очень круто сделано и также никакие предметы благодаря столешнице не нагреваются из-за машинки потому что когда она сушка она очень жарит скажем так и электрический полотенцесушитель а вот наверное это все необходимые детали а также свет я забыла про свет он здесь такой же точечный как и во всей квартирке вытяжка ну это необходимый элемент любой ванны и здесь она тоже есть кстати если вы делаете ремонт подписывайтесь на все платформы где есть in my room потому что вы найдете море вдохновения и кучу разных идей и еще очень интересный момент про порожек его здесь нет потому что кварц винил очень крутое покрытие которое не задирается и благодаря этому порожек получился лаконичным точнее его почти нет ну и подводя итоги всего рум-тура могу честно сказать что мне нравится здесь жить мне комфортно но есть одно но и сейчас я вам покажу когда мы открываем входной дверь она открывается в муза и если честно создается немного впечатления что ты в каком-то отдельном номере но ко всему привыкаешь вот и подошел концу наш рум-тур уходить отсюда не хочется поэтому мы еще немного посидим до насладимся чаем надеемся что вам все понравилось и было интересно и если остались еще какие-то вопросы вы пишите в комментариях